Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Встречалась с парнем около пяти лет. В отношениях было много агрессии и оскорблений со стороны мужчины. Каждые две недели расставались по его инициативе в течение года. Да. Посмотрите, значит, вы встречались с парнем около пяти лет, да? Здесь бы как-то вот поподробнее бы раскрыть вот эти нюансы, связанные в частности с тем, что между вами общего, между вами пари парнем я имею ввиду. Что вас связывает, что вас объединяет, как вы вот познакомились, словно говоря, хотя бы, да? Какие-то вот эти все вещи. Потому что пять лет – это срок большой. Какие у вас в целом были отношения дальше? В отношениях было много агрессии и оскорблений со стороны мужчины. Ну, смотрите, опять же, это не появилось на ровном месте в смысле того, что это началось, и вы на это как-то реагировали. На мой взгляд, имеет смысл проследить, как вы реагировали изначально и чем обусловлена такая реакция. Ну, просто-просто. Чем она обусловлена? Почему она такая? Дальше. Каждый адвентилер оставались по его инициативе в течение года. Ну, опять же, как бы, насколько вас это устраивает, что вы каждой две недели расстаетесь? Каждый раз во мне было что-то не так. Считал меня тупой, напрямую говорил это. Мог выглядеть из своей квартиры, как это необъяснимые в спичке гнева абсурдное поведение для меня. Ну, тем не менее, вы продолжаете с ним оставаться вместе. Тем не менее. не смотря на то, да, что он так себя ведет. Вот. Какая тут мотивация? Какая мотивация оставаться, ну, оставаться с человеком? Раньше я все это терпел и не отвечал ему на его грубость. А для чего терпели, почему? Откуда вот эту вот позицию терпеть? Смотрите, если я правильно вас понял, то началось это в последний год. То есть, вот по прошествии четырех лет, началось вот такое поведение. Что произошло? Последние полгода стало себя защищать, просто выражая свой согласие и обиду. Ну, понимаете, выражать обиду можно уметь, вот, скорее всего, выражаете, скажем так, деструктивно, как мне кажется. Ну, то есть, у вас просто опыта, опыта нет в том, чтобы выражать свою обиду. Вот, а если нет опыта, то выражение обиды это просто, ну, просто манипуляция. То есть, вот, по большому счету, то же самое, что делают ваши мужчины, вот, абсолютно, то же самое. Только вот немножко, там, с другой стороны. Вот, поэтому... Тут это, скорее всего, достаточно деструктивно. Тем не менее, все-то изменилось, что вы начали себя защищать. Что произошло? Я молчала о ситуациях, в которых я молчала, когда ты страдал от этого опыта. Потому что я поняла, что это переходит все границы. Ну, вы же почему-то позволяли переходить эти границы, правильно? Вот он опять расстался, но уже прошел месяц. Я выигноривался за месяц, написал один раз по телу и один раз мы увидим все снова игнор. Ну, в детстве, как и в любых созависимых отношениях, человек ждет, что вы будете бросить прощения. Вот, вроде я логичный конец, но не до конца он понятно. Только та ширина его проверка вдруг он опять меня наказывает, чтобы я узнала, что я должен делать все для него и терпеть те вещи, которые мне не нравятся. Какое это имеет значение, проверка или нет? Почему вас это волнует? Чем вас это волнует? Разница-то какая? Ну, проверка. Ну, не проверка. Ну, наказывают, но не наказывают. С чем вы здесь в себе сталкиваетесь? Конфликты по большей части были из-за того, что он делает меня больно морально, я вам говорю, он выворачивает все и обещается сам. Ну, опять же, во-первых, отдельно нужно рассмотреть, что именно причиняет вам боль. Одинно стоит рассмотреть, как вы об этом говорите. Одинно стоит рассмотреть вашу позицию по восприятию себя в целом. И отдельно стоит рассмотреть то, как вы реагируете на обиду. Обвиняя меня при этом в моей дубности, засыпая меня оскорблениями и начинает меня игнорировать. Это меня он так проучивает. Судя по тому, что вы описываете, я мог бы предположить, что вы считаете, что вас нужно проучивать. Вот, поправьте меня, если я не прав. Получив тонус сообщения, он меня прощает. А, что меняется? Ну, то есть, по факту, что меняется? Он вас прощает, что меняется? Имеется ввиду, что вы под него подстраиваетесь. Имеется ввиду, что вы просто унижаетесь, да? Дискредитируете себя. А по факту, в конфликте ничего не меняется. По факту, все остается так же. Я понимаю, что моя жизнь зависит полностью от меня, и спрашивать тут нет смысла. Спрашивать что? И действительно ли вы чувствуете, что ваша жизнь зависит от вас? На гражданинке у меня появился мужчина, с которым бы я хотел общаться, но ощущение, как будто предают своего бывшего молодого человека. А, в чем заключается предательство? Давайте вот проследим. В чем она заключается? А, новый мужчина какое отношение для вас имеет? Вы говорите, что хотите с ним общаться? Ну, общайтесь. Общение, это еще не отношение. А, что вы чувствуете к новому молодому человеку? Что вы хотите? Что вы хотите? Хотите для него? Что вы хотите? Для себя? Да. Так, потому что ощущение незавершенности. Как будто он меня, как обычно, бросил, но это затянулось все. А, вот здесь есть противоречие. Вы говорите, что как будто он меня бросил, но все затянулось. Так, что именно затянулось, то есть вы говорите не о том, что он вас бросил, а о том, что он в отношениях с вами находится. Просто он так вас проучивал. Просто он так вас проучивал. И в чем незавершенность? Вы не можете признать, что он вас бросил, или вы сомневаетесь в том, что вы хорошая и вас нужно учить в чем незавершенность? Ага, боюсь сделать, наверное, выбор. У меня их два. Жить своей жизнью и ждать, когда мне напишут. Почему для вас является возможность выбирать, ждать, когда вам напишут? Это означает, что ваша жизнь вам не интересна, вы себе не интересны. И, на мой взгляд, то же самое может повториться и в отношениях, точнее, с новой мужчиной. Ведь ваше отношение к себе, оно никуда не делось. Подскажите, пожалуйста, как быть? Как быть что бы что? Поскольку вы созависимые, вам рекомендуется психотерапия для созависимых. Сам факт вечных расставаний уже очень сложно выражать, как поведение мчел. Так а зачем тогда вы в отношениях? Вы надеетесь, что он изменится? Я постоянно оправдываю его и считаю ненормальным себя. Э, ну тут вот дело не в том, что вы его оправдываете, а в том, что вы обесцениваете себя. У вас эта обесценивающая тенденция по отношению к себе, она присутствовала и до молодого человека, она у вас всегда присутствовала. Потом пытаюсь осознать, что дело в нем. Что вот вы подразумеваете под «пытаюсь осознать»? Давайте как-то вот раскроем немножко этот момент. Пытаюсь доказать себя, что он нацист, абьюзер и потом снова откат. Как происходит то, что вы пытаетесь заказать, а по сути вы пытаетесь его обесценить вместо себя, да? Как происходит откат? Мне как будто необходимо мнение человека страны, чего он рассказал, что дело не во мне, что это он такой. Ну во-первых, мнение человека страны вам не поможет, потому что созависимые только делают вид, что мнение он. Другого человека. И важно. А во-вторых, вот вы опять же себе не доверяете. Ощущение, что надо было записывать каждое его слово в адрес, но в этом случае я бы считал, что я его довел в виде цвета. То есть получается, что все начинается с вашего достаточно негативного, критического отношения к себе. Вот, его-то в первую очередь и нужно корректировать. А это, повторюсь, психотерапия. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи! Удачи! Удачи!